На рассвете германская авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и многим городам. И также на рассвете в 4 часа утра сочинцы пришли на мемориал воинской славы, чтобы почтить память всех 27 миллионов советских солдат, ценой жизни которых и была остановлена кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей. К братским могилам горожане пришли с зажженными свечами – знак уважения и памяти о героях, погибших за родину. Среди собравшихся на митинги в основном молодежь, и для них это мероприятие традиционное. Я считаю, что это правильно, это надо передавать следующим поколениям, потому что это очень важно. Важно помнить наших героев, потому что сейчас историю хотят переписывать, и не нужно помнить, кто был настоящим героем. И наши деды и наши прадеды совершили подвиг. Это, во-первых, патриотично здесь быть. Я воспитана так, кто, если не мы. Потому что ветеранов сейчас осталось очень мало, и мы, наверное, последнее поколение, которое видит их. И для нас это герои нашего времени. За жизнь грядущих поколений отдали жизнь свою в бою. Идут года. В тревожном гуле осталась далеко война. Но здесь, у грани обелиска, в молчание голову склонив, мы слышим грохот танков близко, и рвущий душу бомб разрыв. Уже в 9 утра свечи у Вечного огня сменили траурные венки. Возложил цветы к Вечному огню и глава города Анатолий Пахомов, а также представители всех силовых подразделений, депутаты, а в целом несколько десятков горожан от мала до велика. Линия фронта не дошла до курорта, но тысячи сочинцев после объявления войны ушли на поле боя. У меня папа, участник боевых действий, пришел с фронта, участник, давал на Курской дуге, пришел с фронта раненый, после этого он еще 40 лет был директором школы. Папа, пока жив, война все время была рядом со мной в нашем доме. Замечательный человек высокой культуры, высокой нравственности до конца. Учил нас, что нужно отдавать долг родине, любить свою родину. И быть достойным человеком. Для меня этот день очень знаменательный. Всего же Сочи отправил на фронт 18 707 человек. Многие пропали без вести, кто-то вернулся, кто-то погиб, защищая родину. Здесь же, на мемориале воинской славы, захоронены солдаты, умершие от ран в сочинских госпиталях. В 1941 году Сочи стал крупнейшей госпитальной базой. Город вернул к жизни около 400 тысяч раненых бойцов. Не меньше героизма проявляли и те сочинцы, которые остались в городе. Школы работали под девизом «Все для фронта, все для победы». Совсем юные ребята собирали посылки, отправляли их на фронт, выходили на оборонные работы, опять-таки помогали в госпиталях. Великая Отечественная война тогда затронула каждую семью. Сегодня же отмечают ветераны. Задача каждого – знать историю и помнить тех, кто, жертвуя собой, сделал все ради мирного неба. Инга Габейша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.